Девушки отдыхают В связи вновь Arena for Game У микрофонов сегодня для вас работаем я, Максим Чеев и Герман Громов Громчик, ты с нами? Да, ребятки, всем добрейший вечер Ну и что же, мы продолжаем следить за самыми увлекательными, за самыми жесткими, за самыми жаркими баталиями легендарного дивизиона И сегодня наш игровой день открывают такие команды, как The Nation и Emerald Команды не нуждаются в представлении, потому что действительно лучшие команды со всего СНГ собрались в этой лиге И думаю, многие из вас уже с ними знакомы Ну а если нет, то, пожалуй, представлю вам ростеры команд За The Nation у нас играют В Изяныч, Гантеля, Джон Кей, Райден и Джонни Ну а за Эмиральдов играют у нас Фионор, Каскад, Джамбо, The One Ну и последний пятый игрок отсутствует Как только он зайдет, мы, соответственно, его также озвучим Ну, три карты Три карты Люкс, НП и ДЦ В принципе, я думаю, здесь 2-0 по картам за The Nation Это будет, наверное, объективно Люкс Сильный у The Nation У Эмиральдов, да, он вроде как тоже должен быть сильным Но все-таки The Nation это The Nation Тем более, Ваня на люксе знает, что и как надо делать Так же, как и на НП, соответственно Ну, НП это априори карта команды ОЕКЗ И, соответственно, дальше уже The Nation и так далее Вот, ну поэтому мой предикшен на эту игру 2-0 Так, ну что ж, я, в принципе, присоединяюсь к Герману То, что будет 2-0 за коллективом The Nation Пока у нас стартуют ставочки Twitch Contact Всем снова привет, ребят Ну что ж, вот он долгожданный вечер Нашего легендарного дивизиона Но, собственно, как обычно Мы надеемся на то, что коллективы Сегодня нас будут просто радовать Своей жесткой игрой Но по-другому никак Сегодня действительно для коллектива Эмиральд Выходит довольно-таки серьезный соперник Их задача показать достойную игру Но смогут ли они это сделать Огромный вопрос Так, ну что ж, люкс Давайте, ребята, поехали на живой раунд Потихоньку, да помаленьку Так, ну а я пока открываю ставочки На эту встречу ВКонтакте и на Твиче Так, пока ставочки летят Успеем раз-два-три, Германа? Да, давай Раз-два-три Камень Эть, ну ладно Так уж и быть Первый раунд за мной Так, ну что Потихоньку готовятся парни Чек инвентаря И пошли на ножевой Так Ну, Фредди Джонни Стартуем Да, кстати, ребят Сегодня нас тоже У нас вообще на протяжении всего вечера Будут прям такие жесткие зарубы Встречаются очень достойные коллективы Вот сейчас у нас выступает The Nation против коллектива Emerald Также Второй каткой у нас будут выступать Эмбарго против коллектива Five Elements Команды жесткие Так что мне кажется там будет даже Полноценный Best of 3 Ну и, собственно, парни покажут на что они способны Ну и, собственно, на третьей каточке Мы с вами Также, я надеюсь, не будем скучать Парни просто будут нас радовать минусами Это респекты против коллектива Falcon G Ну, посмотрим Ладно, мы прогружаемся пока что на карту Люксвиль Сейчас на живой раунд Эть-ть-ть-ть, куда же ты меня закрутил, дорогой Так, отлично Давайте посмотрим сверху на расположение наших команд Что парни будут делать Отлично Воу-воу-воу-воу Что делает The Nation? Просто в один клик Всех положили Не оставили вообще никаких шансов Своим соперникам Ну ладно Ладно, молодцы За ними остается право выбора сторон Ну и посмотрим, что нас будет ожидать далее Какую сторону The Nation сейчас будут выбирать? Останутся ли на атаке Или перейдут на оборону? Да, все-таки переходят на оборону Ну что ж Неплохо Переходим на девайсы И будем уже наблюдать непосредственно За жаркими перестрелками На локации Люксвиль Сейчас коллективу Эмиральд Я крайне не завидую Действительно The Nation здесь знают довольно-таки Большое количество тактик По которым можно действовать в обороне Также они не перестают пропагандировать свой стиль Агрессивной игры То есть будь то оборона Будь то атака Парни просто начинают рвать Где-то поджимать Коварно довольно Но вот сейчас главная задача коллектива Эмиральд Справится со своими соперниками С их агрессивными позициями Ну что Долго-долго как-то ребята у нас собираются Пока что Совершенно не есть Камильфо Каскад The One Давайте поехали Так ну я тем временем ставочки ребятки закрываю Время ставок истекло И мы ехала Ехала Мы ехала Да ну что ж Пошла заруба Кто Кого Ну я не знаю Надеюсь то что Сейчас ребята из коллектива Эмиральд Уже подготовлены Уже размялись Просто готовы в бой Не хотелось бы на первой же карте Видеть какие-то разгромные щита Но тем временем мы уже прогружаемся на позиции Люксвиля И давайте посмотрим как же выглядит у нас атака на данный момент Джамбо будет работать через позиции длины И здесь Вейзик уже закрепляет данную позицию за собой Тем временем Гантеля будет выступать саппортом с позиции ковров А Джонни уже имеется оффен фраг по Фредди Отлично Джонни прокид на ковш пошел Ну ему в ответку залетает Но к сожалению безрезультатный прокид на ковер у нас идет Две тумбы по прежнему под замком от коллектива The Nation От кит хе производится у нас На позиции ковша Там The One и Фианор будут отрабатывать по своим соперникам Тройка у нас потихоньку накаляется И Джонни занимает довольно таки агрессивную позицию The One пытается на префайрах как-то поймать своего соперника Джонни подключается к этой чехарде Но тем временем таймер тикает Уже минута прошла от начала раунда И нужно срочно занимать позиции Джон Кей принимает Фианора Каскад оформляет моментальный размен Но здесь Райден довольно таки коварная Сипятят у него Ну и собственно Джамбо на Рейжене у нас находится на позициях длины 32% на Хеллбаре Джонни опять же расправляется у нас с каскадом Ну и собственно проблемы начинаются с первого же раунда у коллектива Эмиральд Неожиданный поворот событий Я думал то что сейчас потихоньку да помаленьку тройка будет взята от коллектива Эмиральд Ну и собственно далее уже верхняя тумба пойдет в минус Но нет, нет коллектив The Nation показывает обратное Просто парни разорвали своих соперников И отбрасывают первый раунд в свой актив Так, ну что поехали Эмиральду нужно придумать прям сходу уже Потому что если они сейчас просто отдадут преимущество То будет совсем все плохо Джон Кей у нас кстати Аркады семерки Покотал здесь немного Феонора и Фредди Но вот Фредди как раз таки погибает Зря он все таки пошел вот Аркаду Джон Кей даблкил И здесь уже Эмиральда в численном меньшинстве Сейчас нужно как-то скооперироваться И попробовать наверное все таки отстрел Выход под какую-то точку сразу Будет наверное не рациональным Иначе ваш соперник вас просто перестреляет Плюс ко всему у Джамбо 1 хп То есть рандомная пулька какая-нибудь через текстурку залетает Это все Джонни Здесь еще один минус может сделать Нет все таки Джамбо доспреивает Даниилу в тело И сейчас уже 2 в 3 Отыгровка Можно в принципе цепляться за этот раунд Если конечно здесь заберут хотя бы одного игрока Еще и потом будет разыгровка Но нет Джамбо все таки один остается 1 хп у него на счету И сейчас просто пойдет выжимать своего оппонента Или своих Пока не знаю Так Ну что же Джамбо с 1 хп Ну выход под бету конечно честно не такой Естественно ему надо поставить бомбу Но Даже если поставить бомбу Его просто гантели здесь уже не отпустят Просто напросто Ну ладно если бы было 100 хп Я бы понял Можно было как-то стараться стреляться Как-то мансовать Но здесь гантели от третьего лица Еще ко всему сидел Поэтому 2-0 пока что Очень легкая прогулка для The Nation Да действительно Довольно таки Жестко парни отыгрывают Сейчас против своих соперников Просто не оставляют шансов Как я и говорил Парни из коллектива The Nation Пропагандируют довольно таки Агрессивный стиль игры Опять же Джон Кей Просто без каких-либо саппортов Вылетает на семерку Оформляет дабл-кил В предыдущем раунде И гантеля Просто на агрессии Принимает своего соперника Фредди Отправляет его в небытие Зван на агрессии Пытается отыграть сейчас Позиции семерки Перетягивается на ковш Но здесь довольно таки Жесткая нашивка Пошла на позиции тройки Но пока что Все безрезультатно Периодически Оформляют поджимы Ребята из коллектива The Nation Но в основном Просто на спокойствие И контролят свои позиции Зван и Джамбо Пытаются накалять ситуацию На позициях нижней тумбы Но там находится у нас Джон Кей Ловит по себе Довольно таки приличное количество дэмэджа Но успевает отправить в таверну У нас The One От Кит Хае под нижние тумбы Есть рокировка Гантеля теперь занимает данную позицию Но Джамбо моментально отправляет его в небытие Каскад занимает позиции ковша Нашивает тройку Отлично Тем временем Перетяжка на позиции Альфы Должна происходить Да, именно так и происходит Здесь у нас Феонор Выходит на агрессивные действия Оформляет дабл-кил Свою копилку Райден потихоньку Передвигается на мидл Джамбо Заходит также в короб Джонни находит минус по каскаду Ну и собственно здесь Коллектив Эмиральд закрыт И просто в коробке Коллектив The Nation Ни в коем образе не будут выпускать своих соперников Но смогут ли сейчас парни отстрелиться Огромнейший вопрос Потихоньку открывается у нас Райден Есть первый минус по Джамбо Отлично Будет ли дожимать далее Феонора Нет Феонор отправляет его в небытие И Джонни казнит своего соперника Три раунда к ряду за коллективом The Nation Это дорогого стоит Миссия провалена Ну ладно Они пока в принципе играют за оборот Это пока еще за оборону играют Возможно на атаке У The Nation начнутся переключения Хотя честно Ну я не думаю что у них На этой карте возник какие-либо сложности Так же как и на карте НП Которая будет в любом случае следующей А ДЦ мы увидим с вами вряд ли Поэтому скорее всего только две карты Будет опять же Если Эмиральд здесь что-то у нас не придумает Эмиральд в принципе команда хорошая Да у них есть стрелки У них есть какие-то задумки Но такое ощущение что они просто боятся своих соперников Да у них сейчас очень жесткий соперник В лице The Nation Но просто вот если посмотреть детально За каждым игроком Они не чувствуют себя Да вот как команда Вчера мы с тобой обсуждали команду Five Elements Которая действительно просто дополняет друг друга Да и Стиви там как такой стержень И вот вокруг этого стержня Там грубо говоря идет переплет В виде игроков команды оставшихся Да это четырех игроков Это 505 Там Наталитет Тимоха Пионер Вот Ну и соответственно Здесь такой картины Просто нету Ее нету Просто такое ощущение Что просто зашли парни на микс И играют Да у них хороша им У них в принципе есть понимание игры Как в эту игру играть Что в ней надо делать Где ставить бомбу Ну и тайминги знают Ну а пока целостности команды не видно вообще Но счет на табло 4-0 становится И я думаю здесь мы увидим где-то 7-2 или 8-1 Все-таки на первой половине Но если будет такой крушительный счет Это конечно крайне прискорбанная ситуация Будет для коллектива Emerald Ну и собственно для всех болельщиков Джонки опять же принимает решение Агрессивных действий на семерке Ну что ж сколько унесет за собой Интересно-интересно Зачекал Фредди Но Фредди уже поймал сишки в поле зрения И Джон Кей просто нашивает в пух и прах своих соперников Находит один минус по Фредди Но Феонора оформляет моментальный размен По своему сопернику Джамбо на агрессии залетает на тройку Но здесь в упоре Джонни Отлично есть хедшот от этого парня Гантеля Стрефит у нас пока что позиции семерки Но на агрессии принимает Звана Отлично будет липачка по Феонору Даблкил от Гантели Триплкил будет ли или нет От Кит Хе производится Каскад 77 хп Но Гантеля моментально отправляет этого парня в таверну Это 5-0 за коллективом The Nation 5-0 здесь и мокрого места не оставляют на своих оппонентах Из команды Эмиральд Ну что же Снова Джон Кей в который раз идет Аркадий у нас на семерку И его оставляют также безнаказанно Разве что считать Что ему сняли 41 хп Но это такое Для Вани это не проблема Плюс Гантель его будет прикрывать на отходе Пошли хаешечки Ну и здесь все Обращаю ваше внимание на то Что да вот сейчас Эмиральд Опять меньшинство Хотел я не это сказать Но все таки Заставили Ребята подрываются на хаешке Которая Вообще Никак Не читалась здесь Ну да ладно Выход по тройку Да вот как он делается Вы даете хаешку сначала с лузы И потом начинаете уже со стрейфа чекать Один там или с командой Но здесь просто Парни выходят В то время как Даниил Савосин Со своими дуалами выходит Такой АМ Клинтис Тут тра-та-та-та-та И забирает сразу двоих игроков На проходе в лузу Точнее с луза на ВТ Это не уровень игры Это Либо парни просто не готовятся К своим соперникам Либо я не знаю что Ну возможно сыграл сейчас С командой Миральд тот факт Что они только собрались Именно перед встречей Да они возможно не размялись Хотя там только один игрок отсутствовал Его все ждали Ну а другие то я думаю Раскликивались Ну по Фредди пока не скажешь Ровно как и по каскаду И за Вану Ну и вот 6-0 у нас уже на табло Пока действительно игра получается Крайне скучной Крайне скучной Ну и надеемся что хотя бы На НПшечке что-то будет повеселей Но все равно пока что Эта карта у нас тоже не закончена 6 очков копилки коллектива The Nation Ну и собственно пока что Три раунда остается на первой половине У нас дорогие друзья И за эти три раунда Должны хвататься просто коллектив Миральд Но как бы они ни пытались Что бы они ни делали У них до сих пор не получается Найти нужные ключи Для того чтобы открыть позиции Коллектива The Nation Пытаются на префайрах Как-то принимать уже семерку Также заливаться на позиции ковша Но все безрезультатно Парни просто сейчас столпились на ковше И если залетит какая-нибудь шальная хаешка Просто не успеют отойти Маскил рискуют подарить Ну ладно посмотрим Будет ли это так Джонни по-прежнему закрывает за собой позиции верхние тумбы Сейчас как раз пойдет откид хаен на позиции ковша И Фредди принимает решение Более активно поражать сейчас тройку И у него неплохо это получается Откид хаен есть минус по Джонни Также ставит пачку по Райду Но даблкил в активе этого парня Вейзик продолжает оборонять верхнюю тумбу Триплкил в его исполнении Просто молодцом Вейзианоч Ну и собственно Джон Кей попытался закрыть далее за собой позиции верхней тумбы Но не задается Фианор моментально ставит хэдшот по своему сопернику И Гантеля остается один в два против коллектива Эмиральд Здесь у нас Фианор и Каскад еще живые Но посмотрим сможет ли Гантеля справиться В принципе ему не впервые тащить такие клатч раунды Но посмотрим Опять же посмотрим Чекает уже позиции нижней тумбы На префаре вылетает на коров Есть информация уже как минимум по каскаду И поймал по себе незначительный дэмэдж пока что Мне кажется не успел зачекать второго соперника Но первая голова уже имеется на счету Гантеля И вторая пошла туда же Ну что ж 10 хп Я не знаю просто уничтожает с большей помощью Тащит парень Я не знаю поставь одного Гантеля Да то против троих он затащит против двоих Затащит Ну что то с этим молодым человеком у нас не то 10-1 Гантеля 10-4 Джонни 8-6 Джон Кей Ну и остальные ребятки более менее В реальных так скажем Соотношениях когда Убий с смерти идут 3-4-2 и 3-2 Вот По прежнему каскад с одним фрагом у нас сидит За 7 За 7 раундов Да Ну и что то Подсказывает мне Что именно В нем проблема И Ну в принципе в остальных 1-7 2-8 2-7 3-7 Ну и вот Феонор здесь такой Пацаны С меня стекает уже 10-й под рекой Давай-ка тоже врубайтесь Иначе меня здесь надолго не хватит Ну что Поехали У нас размены Каскад забирает Джонни Гантеля разменивается По джампу Выход на 7 От каскада имеется Но здесь Гантеля И Феонора кстати тоже там Семерки будет саппортить Но Здесь Гантеля пока что живет Хилится Феонора на нижней Очень агрессивно Отстреливается И забирает Гантеля Кстати Ну Вэзик Также на похвате Здесь кстати каскад мог еще И Джон Кей забрать Выход на тройку от Фредди имеется Райт моментально его бреет И остается последний каскад Который также погибает 8-0 Просто крушительный счет сейчас По коллективу Эмиральд Никаких шансов Абсолютно ничего С первого раунда Просто коллектив Зенейшн Закрывает за собой Все позиции И ни в коем образе Не отпускает Не дают свободы действия Своим соперникам Но посмотрим Что же у нас будет далее Джон Кей стремительно Потерял свои хиппоинты Зелан отправляет его в таверну Опенфраг имеется Но посмотрим Что будет происходить далее Фредди также ловит по себе Довольно таки внушающее количество деможа 27% здоровья Ну и Гантеля продолжает закрывать за собой позиции нижней тумбы От Кейт Хае на позиции Ковша Джамбо благополучно минует свою Хаешку Продолжаются агрессивные действия от Гантеля Гантеля открывается Минусует каскадом Ну и пошла работа уже на тройку Здесь Джамбо из Уан попытается открыть Скорее всего данные позиции Но там Джонни и Райден На обороне находятся Позиция атаки пока что не самая лучшая Здесь Джонни просто даблкил оформляет Триплкил от Джонни Серьезно Феонор остается в соло Против четверых бойцов коллектива The Nation Ну и просто в атаке Коллективу Эмиральд крайне не летит Просто 18 хп у Феонора Ну и его также отправляют отдыхать Потел как мог Но тем не менее это 9-0 На первой половине за коллективом The Nation В пух и в прах Размотали сейчас Эмиральду В The Nation у нас Ну и думаю на смене сторон Ну хотя бы один раунд Может и увидим Но опять же это еще Далеко не точно Возможно сейчас The Nation Куда-то залетят Быстрее к Ковпитером И 10-0 закончат первую карту И дальше мы перейдем к НП Которая в принципе является Также сигнатурной для The Nation Которая знает как играть Когда поджимать Знает все тайминги И в принципе хорошо разбирается На этой локации И в принципе Поэтому здесь Да Эмиральдам наверное все-таки Нужно было черкать НП в первую очередь Метро Что они я думаю сделали Ну и остальные карты Уже как-то Оставлять Ну потому что Команда The Nation На НП и на метро Это действительно Ураган В принципе как и на Люксе Ну какую-то карту По-любому придется им Сильную отдать Ну а вот Эмиральды Здесь немножко Не знаю Не подготовились Я думаю в принципе Многие команды Сейчас не смотрят Демки своих соперников Как что они играют Да они играют друг с другом Праки они примерно Понимают Что надо делать Как надо делать Но Опять же Одних праков Недостаточно Нужно смотреть демки Готовиться Изучать своего соперника Тогда будет все у вас круто У нас есть размена Уже на карте 3 в 3 От игровочка Джонни забирает Уже Двоих в этом раунде Будет установка В Апленту сейчас И Вейзик на длине Тут дает информацию Кстати по The One Который был на коврах Ну и The Nation Близки Очень близки сейчас От победы На этой карте The One будет прыгать У нас С моста На длину Пытаться забрать Вейзика Но была же инфа Почему он прыгнул К нему спиной Я этого не понимаю Он моментально погибает Джамбо также Отправляет в таверну 10-0 Ну крайне легкая Первая половина Для команды Просто развал кабин По другому не скажешь Никаких шансов Не оставляет коллектив The Nation Даже не пытались Потеть Что то еще Просто на раз два И на этом все Закончилось Ну и давайте посмотрим Что у нас там По предикшенам Субтитры сделал DimaTorzok